Боже мой, как раз встреча. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш музей. Мы очень рады вас видеть. В его сердце находилось место для каждого, и это делало его личностью космического масштаба. Слова про Ильдара Рязанова от Светланы Крючковой. Народная артистка страны давно хотела посетить Самарский музей кинорежиссера. И вот в этой творческой поездке мечта осуществилась. Светлана Николаевна ознакомилась с экспозицией, побывала в комнате, где подросток Ильдар жил в эвакуации в годы войны. Здесь воссоздана атмосфера разных эпох, в которой сочетаются суровые военные будни и легкость рязановских фильмов. Если мы приоткроем с вами дверь и позвоним, то в эту дверь звонит к дату Рязанов в 95-м году. Здравствуйте, Люба. Я вернулся. Это голоса героев его фильмов. Мебель в комнате Ильдара и его мамы, предметы, которыми они пользовались, все это сочетается с памятной коллекцией, посвященной его творчеству. Стихи, которые читает Рязанов поэт, словно он позвонил лично каждому посетителю музея. Знакомый голос в трубке, словно вернулись те годы, когда еще не было гаджетов. Зато звонили друг другу чаще, просто ради того, чтобы обсудить творческие работы или поддержать в трудную минуту. В 12 часов ночи раздается звонок, и я уже заведенная, чей-то голос. Света? Я говорю, ну если вам 90 лет, то я для вас. Света. Пауза такая. Мне 85 вообще-то. Я говорю, Ильдар, Саша, извините. Такой был ночное звонок. Все это остановилось в один момент, когда Ильдар Рязанов ушел из жизни. Общение с ним всегда настраивало на волну легкости и оптимизма. И этот вечер навсегда останется трагичным в памяти его друзей. И я помню как раз день его смерти. Я читала Мандельштама в тот день в Ильдаре. Мы ехали, подъезжали уже к киноцентру, и вдруг звонит мне Эмочка Рязанова и говорит, «Светуля, ты прости, пожалуйста, нас сегодня не будет». Нас уже подключили к искусственной вентиляции легких. Десять вечера, я заканчивала вечер такими словами. «Неужели я настоящий?» И действительно смерть придет. Последние слова этого вечера. Через три часа позвонил мой коллега, мой партнер по театру, Володя Кашевой, я сказал, Света, Ильдара Александровича больше нет. В те годы Ильдар Рязанов часто посещал филармонию. Вот и сегодняшний поэтический вечер словно продолжение экскурсии в прошлое. Светлана Крючкова читает стихи на сцене уже более 50 лет. Среди ее наград есть одна, которая вызывает особое чувство гордости. Это медаль имени Пушкина за развитие и сохранение русской словесности, за большую просветительскую работу. Сегодня в программе произведение Давида Самойлова, поэт-фронтовик, стихи которого отличаются легкостью, простотой и тонкой иронией. Младший сын Светланы Александр ответственный за музыкальное сопровождение. В творчество Самойлова невозможно не влюбиться, и это чувство актриса хотела передать всем зрителям. Просто шел по улице парень, пил повсюду воду с сиропом, а за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, от того их у нас не бывает. Каждое стихотворение, как маленький спектакль. По словам Светланы Крючковой, программа «Творческого вечера» эксклюзивна. Ранее стихи Давида Самойлова на сцене не звучали. И самарские зрители стали одними из первых, кому довелось их услышать в ее исполнении. Олег Зверев, Василий Калдашов, Константин Головин. События. Продолжение следует...